Ну что, друзья, в прошлом видео я нагнал эмоций. Психанул на бирже и так далее. Там действительно очень сильно играют нервы. И действительно я ожидал падения. Действительно я сорвался немножечко и закрыл позиции, не дождавшись падения. Падение так и произошло. И я успел заработать в тот момент 28 тысяч. Сейчас я вам покажу. Вот они. Ну не 140, конечно, а всего 28 тысяч. Но тем не менее, я их заработал 23% на падение. Но потом случился отскок вверх. И тут уже я его предвидел на следующий день. То есть в понедельник. И на этом отскоке я также заработал еще 30 тысяч. Поэтому здесь все было шикарно. Смотрите, вот здесь вот падение случилось. На этом падении я таки заработал 28 тысяч. Но я включился. Я здесь не дождался. Включился в него позже. Поэтому 28 тысяч. Потом, значит... А, вот здесь вот падение продолжилось. Потом я на отскоке заработал немножечко. И сейчас смотрите, в каком состоянии находится рынок. Смотрите, сейчас идут отчеты. И целый ряд компаний, очень крупных, отчитываются так себе, в общем-то сказать. Давайте посмотрим на индекс S&P 500. Вот в таком виде. Смотрите. Что у нас с Facebook? Facebook. Посмотрите, как резко упал Facebook. Он упал в моменте на 26%, потому что показал так себе, в общем-то, отчет. Да, вот он упал. Вот он. Я не заметил. Вот посмотрите, какое резкое падение Facebook на 26% в моменте. И при этом напоминаю, что Facebook – это одна из крупнейших компаний. Google в настоящий момент тоже в просадке. И есть еще Amazon, который отчитался, к счастью, хорошо. Но есть еще Tesla, которая падает и так далее. То есть целый ряд компаний дают достаточно такую бледненькую отчетность. И они падают, падают прежде всего высокотехнологические компании. Почему? Потому что они очень-очень сильно переоценены. А в условиях сужающегося рынка, когда ФРС начинает зажимать деньги, потому что борется с инфляцией неминуемо, должно произойти когда-то падение. Все его ожидают. Вот. И ожидают, что вот это падение, которое было, оно еще не последнее. То есть вполне себе. Вот он, индекс S&P 500 падал совсем недавно. Видите, да? Вот он падал, падал, падал. И сейчас это просто отскок. И, в общем-то, многие аналитики, по крайней мере, сходятся в том, что падение будет продолжено. И вот что, смотрите, опять же, индекс РТС, он примерно так же выглядит. И он направляется вниз. Поэтому сейчас я точно так же смотрю по индексу РТС вниз. Сейчас у меня заряжено дельта минус 13. На текущий момент у меня уже 170 тысяч. В предыдущем видео, напоминаю, было 120 тысяч. То есть я 50 тысяч уже себе заработал. И сейчас у меня, если индекс РТС упадет до тех самых 100... Давайте посмотрим еще раз. Если индекс РТС упадет вот сюда, до 130 пунктов, что вполне себе можно представить, то у меня будет страшно сказать сколько. Плюс 300 тысяч по текущей стратегии. Вот такая история. Я по-прежнему ожидаю, по-прежнему очень сильно рискую. Но насколько сильно я рискую? Может ли индекс РТС вырасти? Ну, наверное, может. Но вряд ли он вырастет сильно. Вряд ли он вырастет сильно. Давайте посмотрим. Смотрите, доллар к рублю упал. То есть рубль уже усилился неимоверно. Рубль находится, можно сказать, на максимумах. Где он тут рубль у нас? Вот он. Вот он, смотрите. Доллар-рубль упал. Вырастет. Вот он. Как раз уровень идет такой, ну, локальный уровень сопротивления, да? Вот. То есть, или поддержки. Ну, он отскочит отсюда. К чему это приведет? К тому, что индекс РТС упадет. Потому что индекс РТС это то же самое, что доллар, только наоборот. Вот. Что с нефтью? Нефть бьет максимум и тоже уже настроилась вниз. Ну, совсем здорово, да? Индекс S&P 500 это общая, ну, как бы индекс S&P 500. Американские активы тоже смотрят вниз. Почему? Потому что, ну, в общем-то, ждут ослабления фондового рынка, ждут сдутия пузыря, который образовался в результате КУЕ, которое потихонечку сворачивается. Ну, и, соответственно, я жду падения индекса РТС. Ну, скажем, когда я слушаю Когана, он говорит, что где-то середина февраля-март будет вот сильные колебания и падения. Ну, сильные колебания мы уже видели. То есть, большое ему спасибо, я на этом заработал. Вот. Где-то потерял. Но сейчас я опять жду падения сильного. Не знаю, как вы, следите за моими действиями, следите за руками. Я жду именно падения. Как вы считаете, будет оно или нет? Заработаю или нет? Ну, для того, чтобы это узнать, следите за моими видео, подпишитесь на мой канал, лайк, подписка. Ну, а если вы хотите научиться также заработать, также строить свои стратегии при помощи опционов, при помощи фьючерсов, то, пожалуйста, у меня есть обучающий курс этому делу. Если вы вообще еще не знаете, как торговать, вообще не знаете, как ставить стоп-заявки, так сказать, как ставить заявки, как ставить торговый терминал и так далее, вам нужна биржа для чайников. Если вы все это знаете, то курс по опционам. Никто не сможет объяснить, что такое опционы лучше, чем я. То есть, вы точно будете понимать, что такое опционы, что такое опционные стратегии, а как их строить, это уже, ну, вам надо проявлять какую-то самостоятельность, потому что стратегии каждый выстраивает себе сам. В курсе биржи для чайников я рассказываю наиболее употребимые стратегии, а в курсе по опционам я тоже рассказываю, какие стратегии я использую в разных вариантах рынка, в разных вариантах рынка, и сейчас как раз стратегия стрэдл или стрэнгл, по крайней мере, на первом этапе используется, но смещенные, то есть, стратегии такие, когда мы уже можем построить такую стратегию, где мы заработаем намного больше, чем при обычных фьючерсах, при обычном скальпинге. Хотя скальпинг и фьючерсы – это очень-очень увлекательное занятие, но оно требует непрерывного сидения за монитором, с опционами немножечко, ну, попроще. Ну, то есть, не надо так сильно сидеть, то есть, можно построить стратегию и куда-то смыться, по крайней мере, на какое-то время. Поэтому, если вы хотите этому научиться, пожалуйста, ссылочку вы видите либо там, либо там. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. С вами был Демитков Юрий.